очагов тв представляет доброе утро как там украина поживает мы соседи по глобусу из какого города севастополя я говорю из украины ну да севастополь когда всегда был украины просто приятно слышать от тебя это севастополь город русских моряков узкой славы ну украина ну продолжай дальше расскажи мне про севастополь это пошло просто советского союза город русских моряков и так далее а со времен украины как он оказался мой друг украинским а флот там российский стоял даже при украине расскажите но он сдавался в аренду кто сдавался в аренду порты сдавались в аренду а какой украина имеет вообще портам бухтам севастопольской что она нас осваивала застроила советский союз строил так не украина же как и не россия так и не россия тоже ахту но кто советский севастополь это не россия назови мне украинских адмиралов которые севастополь памятники стоят улицы названы причем тут они надо елки мота а зато у вас есть там сухевич у бандери там в севастополе нет украинских представляешь как не парадоксально но это факт да это факт ты знаешь так что получается что севастополь что-то и русский города нет нет чувак правильно смотри если ты живешь ты стал ты в симферополе или в севастополе в севастополе давно к вам там прилетала нет окон давно пролетала ну ответь мне на вопрос потом я тишу за привычка конечно вам постоянно прилетает постоянно уничтожаются регулярно ваша с-300 с-400 буки и прочая хрень а все уничтожены нет нет еще еще есть еще есть на бельбек на бельбек вашу сколько раз там прилетала сколько уже там вы истребители уничтожила ваших сушек без понятия а сейчас зайдут f16 и ты чувак будешь из севастополя на этом на дубном матрасе а что ты будешь делать когда сделают недееспособным крымский мост что ты будешь делать ключевое слово когда через что ты будешь убегать а когда ключевое слово я тебе задал вопрос когда нет я тебя задал что ты будешь делать когда это случится я же не спрашивал за ключевое слово когда когда это сегодня завтра послезавтра через месяц и вот когда я спрашиваю ты знаешь я даю просто 95 процентов я уверен что в этом году в этом году вот это вот видел в этом году пробовал укусить не что что это ну вот это вот модуль на локте показываешь свою локоточек вот он рядышком вот как только ты его укусишь так твои 95 процентов забиранный локоть показываешь ты вообще дебил нет скажи слушай я себя не оскорблял что ты сразу оскорбляешь нет ты просто подумай уничтожили крымский мост и что рассказываю тебе конечно смотри да смотри крымский мост является на сегодняшний день основной артерией снабжения крым правда да а запорожская область не является там намного меньше артерии вот эти снабжения много не зря сейчас там путин строит новую железную дорогу вот прокладывать потому что он понимает что керченский мост будет уничтожен вот но он наверное забыл что новая железная дорога будет идти через чингарский мост который тоже будет уничтожен то есть вы будете отрезаны с двух сторон от основных этих самых снабжения и все и крым начнет загибаться военные в первую очередь без снарядов без горючки без продовольствия без техники и так далее и так далее и так далее и ты тоже будешь вместе с ними продовольствия не станет водички не станет что ты будешь делать расскажи пожалуйста скажи пожалуйста а до того пока не было крымского моста как поезда ходили на континент искали шли откуда ходили на континент крыма из крыма через украину правда через николаев ходили а я думал паромами переправляли до паромная переправа на есть два или три неделю назад грохнули два или три ваших парома через как вы можете уничтожить то чего не существует а ну-ка расскажи того парома не существует нет нос это же бутафория россия нарисовала это самое крымский мозг а теперь оказывается никто не говорил что это бутафория не приду никто не ну полистай в интернете так ради интереса а зачем я такого не говорил ну и расскажи как вы будете уничтожать крымский мозг каким макаром наверно наверняка есть планирующие бомбы есть есть атакам с и атакам с и есть атакам с и это чисто американские которые вы которые вы не умеете сбивать вообще который на кубе стоит там ребята зашли на кубу там америка уже обосралась они атакам с и атакам с и а в чем она обосралась можно узнать ответить нечего да как но не связи под боком где стоит авианосец или ракетоносец чей российский российский авианосец российский авианосец пор в россии появились авианосцы ну скажешь еще кузнецова не было а кузя вот этот папа потоплены который я позорил который на весь мир опозорился этот самый адмирал горшков я не хотел тебя огорчать это не авианосец а кто это ну открой интернет почитай ну хорошо ладно ошибся но тем не менее под боком что стоит а вот так вам будет обеспечение для путин как сказал если вы не в печи не рогайте кто может стрелять по нам кто мы будем поставлять оружие тем кто будет стрелять по им и кому вы поставили поставили какая разница знаешь что на кубе есть гуантанамо американская военная база так это не гуантана военная база тюрьма военная это база военная американская это военная американская база они подставляют вы подогнали ржавая свое корыто какое-то опозорились на весь мир как обычно дело в том чтобы каждая ржавая корыто который уходит в океан или который уходит на задание почему-то американцы тут же обсирается а где а где ваш этот самый кузя где вас кузя как ты думаешь я не знаю или 11 или 12 полных авианосных соединений скажи мне как у вас это ледокольный флот есть а зачем а что там делать а я буду так думать делать медведи гонять или что понты колотить а не медведи а вот именно вы колотите там понты это вы колотите понты когда-то наши подводные лодочки всплывали что наши выпиливали а даже лед пробить не могут я тебе сказал я знаю в интернете знаешь какой лед бывает там не знаю там не знаешь толщина какая наши подлодки могут через несколько сот сот метров лет всплыть да там несколько сот метров нету льда да что ты говоришь через какую толщину вашей подлодки через любую могут всплыть 4 метра пробивает ну и 2 и 2 не ругайся не ругайся да да а для чего там пробивать лед для чего это надо чтобы всплыть для чего а для чего-то панты поколотить смотри вы страна панторезов кроме потом да я ж про американские подводные лодки говорю что наши приплыли чтобы вас постили выпилили лодку а что там было что случилось да не смогли лед пробить что начали погибать до что ты мелешь ты пьяный ты тупой или вообще ты какой-то набор пробивает этот лед в арктике американские подводные лодки не могут пробить но америка тем не менее стремится в арктику а для чего пробивать там лед надо для чего потому что там находится много по языке ископаемых а шериф идет от нас и лодки на панта пробивают лед мы арктика мы добавим послали ржавое корыто кубе куда-то опозорились у нас есть кузнецов этот самый авианосец обернуть кузнецов он даже официальный вертолетом и цене авианосец а во-вторых он где раздолбанный разбитый блин ушел навсегда в ремонт блин ваш авианосец кузнецов а чувак забавно ну поржали поржали на панторез как то так можно ролик назвать не забываем писать комменты друзья и до новых встреч